Если вы еще не вошли в НАТО, НАТО придет к вам. Войска Альянса впервые высадятся в Финляндии, которая в этот блок не входит. Там проведут масштабные учения, называются они БАЛТОПС-2016. На три дня берега Финляндии превратятся в военный театр. Речь идет о полуострове Ханко. Там будут отрабатывать десантирование и боевые действия. Участвуют 200 американских морпехов, 60 британских солдат, 50 немецких и взвод разведки из Италии. Также привлекают десантный корабль США и крупнейший корабль британского флота. Впервые учения проходят так далеко на севере. И эту страну выбрали, поскольку условия в ней сильно отличаются от условий в странах Балтии. По крайней мере, такова официальная версия. Ну и эта версия не убедила Сергея Лаврова. На встрече с своим финским коллегой он заявил, что на Балтике нет угроз, которые оправдали бы и милитаризацию района. Москва не одобряет втягивание других стран, наших ближайших соседей в Альянс. Лавров подчеркнул, что Россия имеет право реагировать на действия НАТО теми средствами, которые сочтет нужным. Мы не скрываем, что у нас вызывает негативные отношения линия НАТО на продвижение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Нет никаких сомнений у серьезных аналитиков в том, что сейчас НАТО ухватилось за повод, который был предоставлен государственным переворотом на Украине и нашей реакцией на попытки дискриминировать русских на Украине. И ухватились за этот повод для того, чтобы выдумать новый смысл существования Североатлантического Альянса. Несмотря на сближение Хельсинки с НАТО, отношения между нашими странами остаются теплыми. Вот финской селедки, хлебцев и ягод скоро станет больше. Россия и Финляндия берут курс на увеличение товарооборота, заявил Сергей Лавров. Торговля между странами последнее время неуклонно ослабевала, но пришло время это исправить. Мы рассчитываем, что тенденция к сокращению товарооборота будет остановлена. Об этом говорили совпредседатели межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, когда они встречались в марте в Санкт-Петербурге. И надеюсь, что планируемое на осень этого года полноформатное заседание межправкомиссии сможет уже принять конкретные решения, которые помогут нам исправлять ситуацию. Главы МИД обсудили угрозу терроризма, безопасность, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Запад недостаточно работает над тем, чтобы заставить Киев выполнять минские договоренности, уверен Лавров. Эта тема стала одной из главных на переговорах министров. В результате сейчас Украина не готова двигаться ни по одному из пунктов Минска-2, которые необходимо согласовывать с Донпасом. Все предложения, которые мы выдвигаем, включая расширение количества наблюдателей ОБСЕ, размещение их на круглосуточной основе в зонах безопасности вдоль линии разъединения, размещение их на такой же основе в зонах складирования тяжелых вооружений, все это пока повисает в воздухе.